Приветствую вас! Скорее всего, ответ вам мой покажется странным, в лучшем случае он вам не понравится, но я, тем не менее, хотел бы ответить вам. В конце своего текста вы задаете вопрос, что моя ошибка. И, соответственно, или просто человек не любил. Ваша ошибка в том, что вы считаете свою ошибку ошибкой, как бы это парадоксально и странно не звучало. Дело в том, что если вашу ситуацию браться в отрыве от вообще всех абсолютно событий, абсолютно всех факторов, если вашу ситуацию брать исключительно только в контексте самой ситуации, то отношения, в принципе, отношения, они выстраиваются на естественной основе. Они выстраиваются на такой основе фронтанных. Ну, больше. Понимаете? Но не на тех основах, что кто-то совершил ошибку, да, а кто-то, соответственно, ошибок не совершал. Кто-то поступил определённым образом, да, а кто-то определённым образом, там, не поступал. Того, понимаете, какая штука. То есть, здесь дело не в ошибке. Здесь дело в том, как, вот, конкретно вы себя, сами, ну, позиционируете в... в отношениях с... ну, с мужчиной. Вот, понимаете, в чём суть момента. И если у вас есть какие-то сложности в этом плане, если вам, ну, как-то вот сложно, если вам... если у вас не получается выстраивать отношения естественно, да, ну, по каким-то причинам, абсолютно не важно, по каким-то причинам, да, вот. То это, ну, вот, вопрос, как бы, к вам в большинстве. Почему отношения, которые вы выстраиваете, они, вот, такие вот, не совсем естественные, да, не совсем свободные и так далее. И, конечно же, при таком раскладе ошибок, вот, в принципе, наверное, быть не может. Да? Да? Вот именно ошибок в таком раскладе быть у вас не может, в принципе. Вы либо делаете то, что вам, ну, там, ну, в отношениях хочется, вот, либо не делаете от того, что вам в отношениях не хочется. Вот. То есть здесь идет вопрос именно исключительно о том, насколько вы принимаете свои эмоции, да, насколько вы принимаете свои чувства и делаете ли вы это на самом деле. Это первое. То есть ошибка, ошибки здесь неизбежны в отношениях, это нормально. То, что, ну, люди ошибаются. То, что люди, вот, они какие-то, ну, свои вот действия совершают не совсем правильно. Вот. Дальше. Встречались с МЧ изначально на расстоянии, 6 месяцев. Почему вы выбрали встречу на расстоянии? Ну, как пришли как-нибудь. Виделись по два-три дня, один-два раза в месяц. Виделись по два-три дня, один-два раза в месяц. Мужчина очень закрыт, не показывает эмоции никогда щедрости, особо не отличается. Приятные мелочи, иногда сквитые. Это есть человек, ну, такой, с достаточно четкими личными, ну, границами, да, получается. Ну, вот, по факту, что вы хотите сказать. Человек, вот, человек с довольно четкими, с четкими личными границами, да. Вот. Другой вопрос, устраивает ли вас это. Устраивает ли вас то, как он себя вот ведет, ну, ведет с вами. Дальше. А, значит, эм, к себе в город Светла говорил о своих планах уехать в другую страну. И, как вы это восприняли? Пару недель назад я решился на решение вопроса расстояния, что меня оно не устраивает. И предложил переехать в мой город. И тут мужчина, в общем-то, понял, что вы начинаете брать, как бы, вектор развития отношений, да. Ну, условно говоря, в свои руки. Ему могло это не понравиться. Совершенно. Естественно, и нормально. Ему могло это не, его могло это не устроить просто. Дальше. А, значит. Планы строила, связал со мной, с кого работал. В очередной приезд сказал, ко мне сделал вид, что все хорошо. Никакие вопросы не поднимал. Из дома по СМС решил сообщить, что у нее будет переезжать. На этом отношения без объяснения закончились. Все, моя ошибка. Ну, ваша ошибка здесь, как я сказал, не существует. Вот. Вот. То есть, ну, именно, вот. Ошибки у вас же не существуют. В принципе, не существует ваших ошибок. Ну, что вы сделали, может быть, не совсем в реальном времени, ну, мужчине донесли то, что хотели бы сближения. Вот. То есть, мужчина это воспринял так, что вы хотите его контролировать, хотите его привязать к себе. То есть, тут, ну, можно было бы использовать другую форму выражения того, что вам хочется. И опять же, речь не о том, что вас не устраивает расстояние, к примеру. Речь немножко о другом. Речь о том, ничто вас не устраивает, а чего вы хотите. Да? Вот. И, как бы, адекватное донесение этого до человека. Именно то, чего вы хотите донести до человека. Ну, вот. А получилось, что вы на него давили. Это первое. Следующее. Как вы восприняли то, что так произошло? Насколько общего, насколько много общего было между вами и молодым человеком? Какие у вас чувства к нему? Вы говорите про то, что он не любил вас, но любили ли вы его? Если да, то что это за чувства? Чувства. Вот именно чувства любви. Что это за чувства? На мой взгляд, очень важный момент. Это. С этим, на мой взгляд, важно разобраться. И проанализировав, поисследовав, можно будет подкорректировать ваши ошибки и более осознанно подходя к тому, что вам нужно, к тому, что вам важно, к тому, что вы можете дать другому человеку. Вы уже о таких ситуациях, скорее всего, не допустите. Если же это происходит не впервые, то, возможно, речь идет о определенном сценарии негативном, который также имеет смысл корректировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова